Больше чем от рака погибаем от сердечно-сосуистых болезней. Как не стать жертвой тайных врагов? Об этом узнаем здесь и сейчас. Мой собеседник – кандидат медицинских наук Ирина Гадзеева, терапевт с многолетним стажем. Верно ли, что до 40% больных не знают, что они гипертоники? Верно. Я, конечно, эту статистику тоже знаю до 40%, но, по моему мнению, даже больше. Более того, люди, которым говорят, что, вы знаете, у вас гипертония, сердятся и начинают говорить, что у меня ничего нет, я хорошо себя чувствую, я здоровый человек. Я каждый день с этим сталкиваюсь в своей практической деятельности. Они обижаются, что им хотят навязать какое-то там обследование, лечение. Окончается это иногда не так, как хотелось бы. Правда ли, что контроль давления снижает число инфарктов на треть? Правда. Число инфарктов на треть, число инсультов и того больше, число поражений сетчатки еще больше. Поэтому, если каждый бы человек, у которого артериальная гипертония, слушал своего лечащего врача и принимал бы меры по нормализации этого показателя, длительность жизни намного бы возросла. Намного. Но мы встречаемся, не хочу подсаживаться на таблетки. А вот моя соседка пила свекольный сок и выздоровела. И вот это почему-то является прямо последней истиной. А доводы врача иногда подвергаются сомнениям. Но это так, это с этим мы сталкиваемся и начинаем нервничать, и начинаем уговаривать. Но кто-то все-таки слушается. И самое главное объяснить человеку, что если у него гипертония, он должен лечиться всю жизнь. Это не такое заболевание, которое вот, ну скажем, даже воспаление легких заболел, выздоровел, и может быть больше никогда с этим не столкнешься. Нет, это не то. Это не аппендицит, который удалили аппендикс и здорово. Тут надо всю жизнь, ну просто помнить об этом. Тем более сейчас такие хорошие препараты, которые принимаются один раз в день. И вполне можно за собой посмотреть. Но человек так устроен, и ему всегда кажется, что что-то может произойти где-то с кем-то, не с ним. Какие цифры давления оптимальны? Я не буду здесь классификацию приводить, потому что я не всегда с ней бываю согласна. Я хочу просто для практического понимания задачи сказать людям, что давление все же должно быть ниже 140 и 90. Вот 140 и 90 – это уже граница, как температура 37. Вроде еще и не лихорадка, но уже не совсем норма. Но должно быть ниже. Можно ли справиться с гипертонией с помощью народной медицины? Народная медицина все-таки развивалась тогда, когда сама медицина еще не была на достаточном уровне. Естественно, в травах, которые применяются, в различных отварах, да, там содержатся вещества, которые могут и давление нормализовать, чего нет. Но надо понимать, что мы не можем точно дозировать, когда мы готовим отвар в домашних условиях или какую-то настойку. Дозировать не можем. Поэтому применять такое лечение народное, быть может, целесообразно у людей, у которых самый начальный период гипертонии, под строгим контролем, какой-то период времени может быть. И да, я не хочу против народной медицины так прямо выступать. Это неправильно было бы. Но надо еще понимать, кто вам это назначил, где собирались травы, которые вы приобрели, как они хранились, как вы готовили эти настойки и отвары. Это тоже надо иметь определенные навыки. Нужна ли гипертонику походная аптечка? Нужна гипертонику походная аптечка. В особенности, если этот гипертоник часто вынужден быть в поездках. Должен, допустим, менять часовые пояса. Ну, бывают такие ситуации, что нужно. И в этой аптечке, конечно, должны быть самые основные препараты. Кстати, их перечень нужно с лечащим врачом своим тоже согласовать. Потому что для разных людей они разные. Там должны быть, прежде всего, препараты, нормализующие артериальное давление. Должны быть какие-то препараты, успокаивающие человека. Может быть, для некоторых важно лекарство, которое нормализует обмен веществ в сердечной мышце. Если человек еще при этом страдает сахарным диабетом, естественно, должны быть вот эти препараты представлены. В любом случае должен быть очень такой близкий контакт человека и его лечащего врача. Чтобы он доверял этому доктору. Желательно с одним и тем же, потому что он уже знает его. Ну, бывают ситуации, что нужно обратиться к коллегам, но вот должна быть такая дружба. Три правила против инфаркта. Первое. Следите за своим артериальным давлением. Второе. Народная медицина может и не помочь. Третье. Пользуйтесь походной аптечкой. Мы продолжим разговор о тайных врагах в следующей передаче. Берегите себя.